Анна Лакишек давно задавалась вопросом, например, того, с какой периодичностью можно пользоваться отбеливающей зубной пастой и как часто нужно менять зубную щетку. Ответы на эти вопросы наша героиня совершенно случайно нашла в Центральной районной аптеке номер 2, которая на один день превратилась в консультационный пункт, где каждый желающий, обратившись к стоматологу, мог получить индивидуальную рекомендацию по проблемам полости рта. Наша съемочная группа поинтересовалась, оказался ли полезным для Анны краткий стоматологический ликбез. Сегодня мне выпала возможность, случайно зашла в аптеку и спросила у врача, был ответ, что месяц нужно пользоваться зубной пастой и в течение трех месяцев, либо ранее, менять зубную щетку. Узнала для себя много новой информации, мне консультация оказалась полезной. В нашей аптеке уже более пяти лет проводятся акции в рамках Единых дней здоровья. Сегодня мы проводим акцию, посвященную месячнику здоровой улыбки. У нас присутствует врач-стоматолог и также представитель фирмы «Локолюд». Акция эта проводится в целях ознакомления населения с профилактическими средствами, которые имеются в аптеке. Два миллиона. Таково количество обращений в стоматологические поликлиники Брещины в прошлом году. Эта цифра красноречиво говорит о том, что проблемы полости рта не сдают своих позиций. Есть болезни-лидеры. Проблемы стоматологические, их прежде всего две. Первое – это кариес и его осложнение, и второе – это болезни периодонта. Конечно, к этому всему приводит плохая гигиена полости рта. И также, к сожалению, наше население не очень образовано в данных вопросах. И поэтому чаще всего пациент обращается к стоматологу уже с проблемами, причем с достаточно большими, когда требуется не только лечение, но уже и реабилитация. Современные доктора давно разработали спектр простых и эффективных правил ухода за полостью рта. Чистить зубы два раза в день, использовать зубную нить и полоскать рот с ростодержащими растворами. И самое главное – раз в полгода посещать стоматолога. Вот он – залог белоснежной здоровой улыбки. Продолжение следует...